Доброе утро, мои хорошие! Мое утро началось с загрузки нового видео, с макуяжа. И здесь Твиксик у нас спит, отлично себя чувствует. Читаю комментарии под вчерашним блогом, и там все пишут, что так жалко Твиксика. Но он уже в норме, отлично себя чувствует, бегает, прыгает. В общем, перенес операцию отлично. Мама специально по моему заказу приготовила такой желтый лавашик. Я завернула, сделала себе две шурмы. Мне кажется, будет очень интересно. И сейчас буду снимать для вас мукбанг. Погода на улице, девочки, просто обалденная. Сегодня идем отмечать день рождения Жели. Я не знаю, говорила ли я вам или нет. Вот, наконец-то. Хотя у нее день рождения был вчера, сегодня мы все собираемся. Ресторан даже не знаю, где находится, но вроде как. Жели мне скинула адрес, вызову такси и поеду. Ресторан даже не знаю. Хорошо, я уже закончила все свои дела. Теперь осталось нарядиться и уже бегу на днюху, так скажем. С макияжем даже не знаю, что делать, обновить или нет. По идее, мне все нравится. Я бы пошла прям так. Просто дело в том, что у меня голова грязная. А если я начну мыть голову, все потечет. И придется переделывать макияж тоже. Я думаю, может быть, все смыть и заново нанести. Также открыла свой шкаф. И несколько нарядов есть, между которыми я сомневаюсь. Хотя нет, лучше давайте я вам покажу. По идее, надеть мне реально нечего. Надо было сходить и что-то себе купить. Но кое-какие варианты все-таки имеются. И сейчас я вам их покажу. Итак, мои хорошие, первый вариант. Это вот такое вот платье. Очень скромное. Ему, наверное, лет 7 где-то. Я покупала, когда училась на первом курсе. По мне, нечего так милое платье. Правда, немного старомодное. Вот можно надеть на похороны, например. Но не на день рождения, я думаю. Но вариант такой тоже имеется. Второй вариант. По погоде просто идеально. Вот такой вот разрез. Обалденное платье. Мне очень нравится. Тем более, это магазин моих подписчиц. Поэтому я вам оставлю ссылочку. Качество обалденное. Я в восторге от этого платья. Оно стало любимым в моем гардеробе. Как вы думаете, может в этом пойти? Как вам такой вариант? Это платье пролежало у меня в шкафу года два. И на нем появились какие-то непонятные пятна. Я даже не знаю, откуда они появились. Но по факту, я не знаю, вам видно или нет. Но вот здесь есть некие пятна. В общем, не знаю. Даже по мне, это как-то больше свадебный какой-то вариант. Но не на день рождения. Поэтому отпадает. Следующий вариант мне и самой не нравится. Вообще, не по сезону. Нафига я это все напяливаю? Непонятно. Ни к селу, ни к городу. Цвета не сочетаются. А здесь шорты. Так. Последний вариант. Я уже даже не знаю. Я показала этот лук моему парню. Он сказал, что я похожа на идиотку. Но по мне ничего, если еще и каблуки будут. Не знаю, фиг знает. Надену, что попало. Пофиг. Пойду снимать тиктоки. А это мой макияж на сегодняшний вечер. Как вам? По мне очень круто. Смоки. Смотрятся очень естественно и женственно. На самом деле я шучу. Я просто снимала для вас тикток. Так что обязательно переходите. Смотрите, что у меня получилось. Сейчас я иду купаться. Смывать все это. И заново наносить нормальный мейк. Потому что время уже... Оооо. У меня осталось всего полтора часа. Про все. На все про все. Да. Я уже искупалась. Мои хорошие уже обновила. Чуток макияж. Сейчас надо нарисовать стрелки. И надела вот это вот платье. В полный рост вам еще покажу. В принципе, во влоге я вам показывала то, что я купила. Но покажу здесь тоже. Вдруг вы не видели прошлый влог. Нашла дома вот такой вот пакет. Даже не знаю, откуда он у меня. Вот такие вот джинсы, как у меня. Которые я ношу в последнее время. Блузочка здесь. Очень красивая. Белые такие джинсовые шортики. Ценники все сняла. И джинсы, как у меня, с такими надрезами. Как они правильно называются? Трубы. Джинсы-трубы. Я уже в машине. Еду на день рождения Жили. Осталось совсем чуть-чуть. Я уже опоздала, можно сказать, на 7 минут. Как всегда, я без этого не могу. Пока собиралась, пока туда вроде бы начала на полтора часа раньше готовиться. Но, как всегда, все равно опаздываю. Но я думаю, что все таки будут подтягиваться. Не думаю, что все ровно в 7 уже будут там. Так что не так стыдно. Я уже на месте, ребята. Не стежу, я в такой вот упаковке. Такой, как у нее, как у нас, а вот она мелкая. Обычный. Вот красавица-неменинница наша. Сидим, кушаем. Я уже почти все доела. Тут такие вкусняшки. И картошка фри очень вкусная. Вино. Иногда можно. Пьем рахутаншари и выпиваем. Иногда. Он проверяет, у вас, что сидим или нет. Особо вам снимать не могу. Объясню, почему тут. Как у меня, ребятки, болят ноги. Надо было идти в кроссовках. Ноги уже не выдерживают. Тем более, я не привыкла ходить на каблуках. Для меня это вообще как каторг. Я сейчас очень тяжело. Такси тоже остановил. Почти на полпути. Просто дело в том, что дорогу закрыли. Там делают ремонт к моему дому. И не пробраться туда. Поэтому пришлось идти пешком. На каблуках. На этих. Дорогие мои, сегодня уже следующий день. После вчерашних трех бокалов я как-то решила концовку не доснимать. В общем, поднялась наверх и легла спать. Но смыла макияж. Я всегда смываю макияж перед тем, как уснуть. День рождения прошел очень интересно. Жаль мне уже написала, что все вещи ей подошли. И слава богу. Но, к сожалению, я не могу включить в свой влог те моменты, которые из ресторана. Нам сделали замечание. Сказали, что нельзя снимать из-за того, что коронавирус и так далее. Кто-то может выложить. Потом появится там общественность и все такое. Их могут оштрафовать из-за того, что... Ну, короче. В общем, нельзя снимать. Сказали. Хотя я поснимала немножко материала. Вот. Но я, скорее всего, его не буду включать в свой влог. Я думала, что этот влог будет суперинтересный. Я там все поснимаю. Там был такой туалет красивый. Но, к сожалению, придется это все удалить. Но ничего страшного, я думаю. Вот. Я очень пожалела, что надела платье. Надо было одеть что-то более откровенное и вызывающее. Сделать красивые фотографии. У меня получилось две фотографии такие более-менее. Выложила их к себе в Инстаграм. И я жду ваши лайки. Где ваши лайки, ребят? Хочу 10 тысяч лайков на каждую фотографию. Добейте мне. Ну, уже 3 тысячи. Спасибо, спасибо вам, ребятам. Мне приятно. Вот. Вынуждена с вами прощаться. Правда, влог получился неинтересный. Но ничего страшного. Бывают такие моменты, казусы. Всех люблю, целую. Спасибо, что были со мной. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...